В городе Атланта бушует сильнейший пожар. Пламя поднимается на высоту 75 метров. На подъемном кране находится человек. Строитель Айвер Симс находится на высоте 25 этажа. Его жизнь в опасности. Айвер помогал перестраивать старую мельницу в жилой дом. Когда начался пожар, он остался на своем месте и по рации направлял своих товарищей, покидающих здание. Его кран начинает плавиться. Если в ближайшее время Айвера не спасут, он упадет в огонь. Но до него никто не может добраться. У вас есть возможность снять этого человека с крана? Если вы имеете в виду специальные спасательные средства, то у нас их нет. Скоро огонь, раздуваемый ветром скоростью в 50 км в час, охватит кабину крановщика. Айвер забирается на бетонный контргруз подъемного крана. Мы сделаем пару кругов и посмотрим, что можно сделать. Первый вертолет спускается только через 15 минут. Он не может приблизиться на нужное расстояние. Мы пытались над ним зависнуть, но там очень жарко, слишком высокая температура, мы не смогли к нему подлететь. Появляется еще один вертолет, но и его экипаж ничего не может сделать. У нас есть 90-метровый канат с петлей. Подлетает вертолет Бойда Клайна. Бойд учился мастерству воздушного спасателя, вывозя солдат из джунглей Юго-Восточной Азии. Уклоняясь от восходящих потоков горячего воздуха, он пытается высадить на кран пожарного Мэтта Мосли, а языки пламени лижут веревку. Надеюсь, канат не порвется. Канат не рвется, но волны горячего воздуха отталкивают Мэтта от цели. Второй, я первый, пожарный, говорят, что огонь ослаб. Ветер, наконец, стихает. Мэтт спускается на кран. Он спокойно привязывает к себе Айвера. Давайте! Давайте! Через час после начала этой драмы Айвера поднимают в воздух, спасают из огня и доставляют в безопасное место. В местной больнице его лечат от отравления дымом, но он цел и невредим.